Доброе утро! В мае в Казани пройдет традиционный казанский марафон. И в нашей студии Алена Сергеева, координатор детских забегов казанского марафона, представитель оргкомитета серии спортивных мероприятий Тиммермен. Здравствуйте! Доброе утро! Алена, доброе утро вам! Детский марафон. Но самое интересное, на какую дистанцию дети побегут? Ну, конкретно на казанском марафоне это будет дистанция 800 метров. И каждый желающий в возрасте от 2 до 10-11 лет сможет преодолеть эту дистанцию. Вот меня все-таки поражает, от 2-х лет, каким образом вообще? Как передвигаются? С помощью родителей? Нет, у нас такое позиционирование, что родители остаются как болельщики, они стоят за ограждениями, а наши волонтеры и наши коллеги просто... Помогают? Помогают, если это нужно. Да, мы прямо иногда даже прямо вместе с ними за ручки бежим всю дистанцию. Это, как по мне, просто прекрасно. Вот я об этом и говорила. Нужно понять, это будет вместе с основным марафоном или это какая-то отдельная дистанция? Да, ну, понятно, что мы бежим в рамках казанского марафона, но так как мы ожидаем около тысячи участников, мы решили сделать отдельный большой праздник за день до основного старта, 19 мая, на территории футбольного стадиона нашего легкоатлетического, около Кремля. Мы даем старт и бежим. Да, вот как дети справляются? Да прекрасно справляются. Неинтересно. Прекрасно справляются. То есть дистанция не сходит, идут упорно до конца? Нет, все до конца. У нас много очень интересных историй, когда в самом старте может что-то не получаться, могут и слезы, но у меня поражают всегда даже девчонки маленькие, которые сквозь слезы, может быть, тебе помочь? Нет, я сама. И сквозь слезы бегут до конца и получают свою заслуженную медаль на финише. Отлично. А как подать заявку? Как принять участие? Да, у нас есть два сайта. Это www.kazanmarathon.org и www.timmerman.org. Открываете мероприятие «Казанский марафон», нажимаете «Регистрация», и проходите регистрацию, и вам приходят уже уведомления о регистрации в начале мая. Многие уже спрашивают, когда же нам присвоят стартовые номера. Это будет в начале мая. Нет, какие-то условия есть? На самом деле нет. Самое главное, чтобы была медицинская справка. Можно сказать «Здоровье». Да. Да, но на самом деле у нас может участвовать абсолютно любой человек, если нет каких-то, на самом деле, серьезных противоказаний к занятию бегом, потому что у нас есть дистанции 3 километра, которая, в принципе, является доступной для всех. 10, 21 и 42. Но это мы о взрослом сейчас говорим. Да, это уже о взрослых забегах, об основных. 3 километра мы еще позиционируем как семейный забег. То есть даже если ребенку нет 11 лет, он может вместе с своими родителями преодолеть всю дистанцию. У нас в прошлом году даже ребята с колясками были, все малютки, бежали и прекрасно преодолевали дистанцию. Мы знаем, что еще в конце апреля пройдет генеральная репетиция. Расскажите про это мероприятие. Да, у нас уже в это воскресенье состоится Иннополумарафон в городе Иннополис. Кто не знает и кто не был, обязательно приезжайте. Очень красивый современный город. Раскрою секрет, у нас закончились слоты на 3,10 километров. Остается буквально несколько, чуть больше 10 слотов на 21,1 километр. Очень много желающих. Мы практически закрыли полностью. У нас, как говорят, sold out. И поэтому все, кто еще не успел зарегистрироваться и хотят пробежать, ждем. Погода обещает плюс 15. Поэтому посмотрим. Будем надеяться, держать клочки, что будет тепло. На самом деле по прошлому году, можно сказать, что погода абсолютно не играет. Влияет. Вообще. Прекрасное настроение на старте, на финише. Классная музыка, настроение. И люди, которые преодолевают любую погоду, чтобы достичь своей цели и дойти до финиша. Бывает еще традиционно на марафонах приезжают звезды. Вот в этом году вы раскроете интригу? Интригу раскроем. Уже точно подтвердил у нас своего участия Родион Газманов. Он у нас бежит 3 километра. И у нас будет фан-24 после марафона вечером автопатии. Мы всех приглашаем. Но тогда невозможно будет купить билет. Можно будет прийти только с медалью финишера казанского марафона. Да, вот это стимул. Добежать вечером. Да, добежать вечером. Ну и мы правильно понимаем, что в этом году будет больше участников, чем в прошлом? Мы очень ждем, очень надеемся. И действительно сейчас уже огромное количество регистраций не только с России, но и за рубежа. У нас есть... То есть уже международный стал забег. Да, у нас уже страны СНГ бывшего, ну и Австралия, Израиль. Ничего себе, из Австралии... Да. Так что мы очень рады. Беги. Нужно будет встретить радушно. Да, да, да. Так что всех ждем. До встречи на казанском марафоне. Мы постараемся пробежать. Давай, очень важно. Если у нас не будет программы... Обязательно побежим, Родион Газманов. Ты побежишь за ним, я понял, я понял, да, я понял. Алена, спасибо, удачи вам, хорошего дня.